Красная дорожка Войсис по традиции расстелилась возле кинотеатра Ленком, а на ней именитые гости в их числе классик отечественного кино Марлен Хуциев. На фестивале покажут уникальную пленочную версию его фильма «Мне 20 лет». Кроме того, сегодня Марлен Мартынович провел творческую встречу и лично пообщался с вологжанами. В общем-то, Вологда это не провинция, это культурный центр. И он, так сказать, я вот смотрел, все более и более расправляет крылья. И я радуюсь этому. Во вне конкурсной программе 30 фильмов. За главную награду борется 6. В этом году выбирать лучшее европейское кино будут зрители. Кстати, публика уже успела оценить 4 конкурсные ленты. А фильмом «Открытие» стала картина «Кеда» Сергея Соловьева, режиссера знаменитой «Асы». Сам Соловьев на фестиваль приехать не смог. Ленту представляла продюсер фильма Екатерина Бестужева и исполнитель главной роли Николай Суслов. Вы знаете, фильм снимался очень легко, потому что люди подобрались, как вам сказать, была такая общность духа, такое взаимопонимание. Интересно, насыщенно, легко, все на одном дыхании. Гостей и участников фестиваля приветствовал губернатор области Олег Кувшинников. В мире большое количество кинофестивалей, но наш фестиваль молодого европейского кино занял достойное место в череде этих кинофестивалей. За 6 лет в Вологде прошло более 500 кинопоказов, которые посетили 90 тысяч зрителей. Это говорит о том, что кинофестиваль стал не только узнаваем, он стал популярен среди зрителей, режиссеров и артистов. В числе новинок этого года триумф неигрового кино. По примеру, других именитых кинофестивалей в Берлине, Венеции, Каннах за рамками конкурсной программы «Войсес» приобщает Волокжан к современным тенденциям документалистики. Развитие культуры в регионе – одна из задач, которую ставит перед собой генеральный партнер фестиваля – компания «Северсталь». Мы не были бы современной социально ориентированной компанией, если бы не занимались тем, чтобы думать о духовном богатстве наших людей, о культуре, о том, чтобы люди развивались, росли в наше время. «Северсталь» все-таки смотрит с точки зрения социальной ответственности. И для нас поддержка культуры, поддержка развития культуры, развития фестивальной жизни – это содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия. А в Лагутской области – это наш ключевой регион присутствия. Поэтому для нас это такое очень серьезное деловое партнерство. Показы фестивальных фильмов организовали не только в областной столице. Несмотря на то, что основной площадкой для кинофестиваля является Вологда, по многолетней традиции в Осис приезжает и в Череповец. Причем в городе Металургов кинофестиваль стартовал одновременно с торжествами в областной столице. Накануне череповчане смогли увидеть французскую драму «Воспоминания». Сегодня в прокате российская комедия «Тряпичный союз». Ну а завтра в Осис Череповце закрывает также российская мелодрама «Городские птички». К слову, с режиссером и актрисой, сыгравшей одну из главных ролей в «Городских птичках», череповчане смогут пообщаться лично. Мы очень рады, что уже несколько лет Дом музыки и кино «Комсомолец» является площадкой для международного фестиваля молодого европейского кино. Отличие показов в этом году, что мы предлагаем не только для наших зрителей фильмы, но и встречи с актерами и режиссерами фильмов. Закрытие фестиваля и Вологдии в Череповце пройдет завтра, однако показы неконкурсных картин в областной столице запланированы и на воскресенье 10 июля. В том числе в этот день пройдет ставший уже традиционным пикник «Войсес». Мастер-классы под открытым небом состоятся при любой погоде, обещают организаторы. Вера Гучеренко, Алена Александрова, Василий Попурин, Сергей Павлов. Новости.